Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим. И... Ну вы все знаете, что я вообще супы готовить не люблю. Ну, тут... Ну, не люблю. Я знаю, что надо, вы просите, но не люблю. Вот. Однако, я люблю крем-супы. Сегодня я решил объединить две свои вот эти вот эмоции, нелюбовь и любовь, в одном рецепте. Мы приготовим с вами борщ, но это будет крем-борщ. Продуктов у нас достаточно много. Все они будут в описании, не переживайте. Никакого мяса, абсолютно. Это борщ будет такой, знаете, овощной. Это такой русский гаспачо, что ли, получается. В общем, вот оно все, обилие продуктов. И сейчас, пожалуй, мне нужно место для того, чтобы готовить. Поэтому пошли вон! Вот такие вот чудеса монтажа! Ребята, а начнем мы, знаете, с чего? Первое, что мы сделаем, это почистим, естественно, свеклу, ну, это же борщ, и порежем ее слайсами. Вот слайсы. Какое противное слово. Короче, кусочками, дольками, ну, вот как вы привыкли. Где-то толщиной 3 миллиметра. Сейчас покажу. У меня небольшая любовь к свекле, потому что она, ну, блин, пачкается. Поэтому я вот на доске не люблю это делать. Я всегда беру какие-то вот такие вот временные варианты, которые потом легко моются. Короче, нарезаем на кусочки. Вот одна свеколка. Сразу свеклу, дабы не пачкать, я выкладываю на противень. Я буду запекать свеклу, потому что вот по моему опыту из запеченных овощей получаются очень вкусные супы. Хотя у меня опыт не такой большой в супах, как может показаться после этой фразы. Но все-таки реально делайте запеченные овощи. Можно их обжарить там, ну, не вопрос. Выкладываем на противень. Желательно как-то вот так вот постараться распределить в один слой. Так, теперь смотрите, нам надо немножко ароматизировать свеклу и сбрызнуть маслом. Вот смотрите, у меня есть масло Верани, вы его уже знаете, мы им пользуемся. Это ароматизированные наборы по 4 масла в наборе, по 250 миллилитров, кажется, так ведь? Так ведь, да, по 250. Чеснок, красный перец, розмарин и тимьян. Ребята, вот такой вот набор, он же тибрец. Для того, чтобы приобрести себе или в подарок набор такого масла, ссылочка будет в описании, переходите и задаривайтесь. Учитывая, что у меня масло чесночное, ароматизированное, я такое выбрал, да, я делаю просто вот так вот. Я сбрызгиваю свеклу и в принципе все. Если вы используете обычное масло, может быть даже не оливковое, то сухого чеснока, вот так вот, сухого чеснока посыпали и потом маслицу. И где-нибудь надо найти место на этом противне для перчиков. Просто их вот так положить, мы их тоже запечем. Овощи отправляем в духовку 200 градусов, минут на 20-25. А мы займемся чем-нибудь полезным. Дальше мы очищаем, естественно, там моем, очищаем овощи. У нас это лучок, морковь и картошка. И крупноформатно нарезаем. Я добавлю две морковки, они у меня достаточно маленькие. Морковку вот так небрежно всегда очищаю, очень удобно пользоваться овощечисткой. Овощи нарезаем вот так, достаточно крупно, вот небрежно. На этот раз нам не обязательно мельчить лучок, нам не обязательно мельчить морковку, ну вот на такие куски. Это не важно, потому что мы делаем крем-суп. Все это помнят прекрасно, да? Слушайте, а запах сейчас идет вообще просто бомбический. Вот пахнет из духовки чесноком, блин, как же я обожаю запах чеснока. Вот он, я его вот обожаю и одновременно ненавижу, потому что запах чеснока это один из самых таких мощных возбудителей голода. То есть ты даже если сыт, и ты вроде бы поел, то если ты чувствуешь запах чеснока, и тебе как бы опять хочется есть. Ты просто невыносимо скажи, а? Когда чеснок, это просто блин, а... В общем, мы это все порезали, и мы что? Мы молодцы. Можно перейти к следующему этапу. Теперь, как я и говорил, овощи желательно обжарить. Ну, люблю я обжаренные овощи, в том числе и в супе. И это придаст кайф бульону. Я, в общем, вот кастрюля у меня здесь, я туда наливаю масло. Ну, так вот, знаете, примерно столовую ложку, может быть две. И закидываю овощи. И все, и жарим вот так вот прямо на доске. Нет, конечно, мы на плиту переходим. Ставим на плиту и обжариваем минут 10-15 до хорошего такого цвета. Никакой борщ, естественно, не может быть без капусты. Мы все любим капусту, правильно ведь? Поэтому я вот где-то возьму две трети кочана капусты и тоже порежу. Ну, так вот, не очень крупно и добавлю чуть попозже в кастрюлю, чтобы она тоже обжарилась. Тоже крупноформатно, суп-пюре. Запоминаем это. Все, и пока оставляем, ждем, когда поджарятся те овощи, где-то минут 10. Помешивать будем, конечно же. Короче, самое главное, когда жаришь овощи, их реально сжарить. То есть, чтобы прямо вот пришкваривалось. Вот смотрите. Вот видите? Вот это самое ценное. То есть, когда вот они начинают приставать, потом это все вне всяких сомнений отойдет, когда мы будем заливать воду. Но пока вот прямо вот делайте, чтобы оно прижаривалось. Тогда овощи будут вкусные. Так, капусту перекладываем и тоже обжариваем еще минут 5-7 все вместе до мягкости капусты. Она, конечно, дольше обычно тушится, но мы еще будем тушить, не переживайте. У нас прошло минут 25. У нас приготовились перцы, запеклись более-менее. И, конечно же, свеколка. Так. Так. Основной принцип болгарского перца, чтобы его проще было очищать, вот так вот его в пакетик складываем. И на какое-то время оставим. А потом кожура легко сойдет. Кожура же нам не нужна в борще. Равно как, в общем-то, и болгарский перец, это спорная добавка к борщу. Слишком уж он яркий. Такой же, как сельдерей, который я, кстати, не стал добавлять. Что там с овощами? Давай посмотрим. О, пришкваривается. Пошел запах жареной капусты. Все, нормалек. Свеклу мы порезали достаточно тонко, поэтому она приготовилась, вне всяких сомнений. Она готова процентов на 95. Остальные 5% она доготовится у нас уже в самом будущем супе. Так, пока у нас там все прижаривается, остывает свекла, я подготовлю гренки из ржаного хлеба, ребята. Можно, в принципе, из бородинского, но его дольше сушить, он достаточно влажный хлеб. Если вот ржаной, он такой сухонький, то бородинский просто подольше. Вот, где-то вот так вот порежем. Закинем, смотрите, вот сюда же, прямо вот на этот пергамент, где у нас свекла была. Немножко посолим и маслицем. Все по традиции. И отправляем в духовку тоже, в остывающую уже. Нечего нам 200 градусов. Так, на. Ну, пока они не потемнеют. Перчики у нас такие попотели, смотрите. Сейчас с них будет попроще снимать кожуру. Кстати, их, в принципе, можно и подольше подержать, конечно, в духовке. Но я решил вот сэкономить время. Избавляемся от кожуры в перце, снимаем ее, ну, по максимуму. Если немножко кожурки останется, не критично. Так, сухарики, какое-то время у нас тут минут 10 поторчали. Вот они подшкварились. И смело пока их оставляем. Так, вот видите, овощи такие уже поджарились, маленько подтушились. Теперь сюда мы томаты. Я очищенные томаты добавляю из пачки. Конечно же, болгарские перцы уходят туда. Запеченная свекла. Все это перемешиваем. Так, сюда же добавляем специи. У меня это кориандр. Так, две щепотки. И паприки, примерно столовую ложку. Конечно же, солим. Но потом посолить по вкусу можно, совершенно не проблема. И перчика добавляем. Так, заливаем воды так, чтобы она покрывала овощи. Ставим на средний огонек. И протушиваем все это минут 20. Все, ждем закипания. Уменьшаем огонь до среднего. И желательно под крышкой все это протушить. Ну что, и в самом конце самый главный наш друг, это, конечно же, билендер погружной. Вот, я все выключил. У нас докипает. И можно прямо сразу делать из этого крем-суп. Воды потом по желанию можете добавить. Я вот сразу добавлю воды. Мне кажется, что я хочу пожиже. Так, ну в принципе, вот. Примерно вот такая консистенция. Меня устраивает. Можно пожиже сделать. Но я бы так оставил. Наливаем наш борщец. Вот так вот. Мне нравится именно вот такой вариант, чтобы он погуще был. И три половника. Все. И вот сейчас, сейчас я доволен. Естественно, я украшу зеленым лучком. Добавим сметанки. Но обязательно. Без сметанки борщ какой? Никакой без сметанки борщ. Гренки. И зеленый лучок. И вот такая композиция меня вполне устраивает. Настало золотое время пробования. Вот видите, вот я вот так вот его украсил суп. А знаете, что я на самом деле неправильно сделал? Ну, во-первых, я категорически мало добавил сухариков. Еще добавляем сухариков. Мы еще добавляем сметаны, вне всяких сомнений. И вот теперь можно уже пробовать. Давайте. Крем-борщ, напоминаю. Горячий, блин. Very-very достойный, слушайте. Консистенция клевая. Можно пожиже, конечно, делать. Но мне нравится именно вот такая. То есть ты кушаешь, ну, прям вот по консистенции, как хороший крем-суп из грибов там. Сухарики прям подходят, ржаные. Ну, и понятное дело все. Короче, ребята. Отличается, на самом деле, от борща. Вот в простом понимании. То есть это вкус другой, нежели вы, дети, суп с разрозненными овощами. Вкус получается другой. Он такой более... Как сказать-то? Я не могу сформулировать. Он более гладкий такой, что ли. Вот не консистенция, а именно вкус такой более гладкий. Более обобщенный. Слушайте, очень вкусно. Очень серьезно. Конечно, борщ в обычном понимании, типа там, ну, принято любить. Все его любят, это классика. Но я серьезно, я люблю эксперименты, и мне вот этот эксперимент по душе. Я такому супчику поставлю смелую пятерку. Очень рекомендую вам повторять. И, кстати, болгарские перцы, а я их не очень люблю в плане их яркости, вот этой вкусовой, они здесь вообще никак не выбиваются. То ли из-за того, что они печеные, то ли фиг знает, короче. То есть, это такой получился хороший томатно-свекольный сладенький супчик. Чего не хватает? Что бы я еще сюда добавил? Реально, я бы добавил сюда яблок. Вот это странное решение, но я бы сюда добавил кислинки. Если нет яблок, добавить немножко уксуса, либо вина. Если нет вина, добавьте лимонного сока. Ну, то есть, чуть-чуть кислинки придать этому супу. А в остальном все огонь. И по сладости, и по такой сытности. Прям супер. В общем, ставьте лайки, повторяйте, вам понравится. На сегодня все. Всего вам вкусного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok